Распорт СССР Распорт СССР Распорт СССР что страны-регионы не попали в сферу американского влияния в существующие бесславные выводы из Упитистана и Крымстана американских военных баз, созданных там в 2001 году под предлогом борьбы против терроризма в Афганистане. Образование шалхатской организации сотрудничества в 2006 году и в 2004 году показали, что Россия рассматривается многими государствами Азии в качестве гарантных запаса региона. Россия также в течение долгого времени оставалась ведущим торгово-экономическим партнером в Центрально-Азиатском государстве. Этапной вехой на пути развития экономики отношений между Россией и туркоязычными государствами в Центрально-Азии стали договоренностью в 2012-2014 годах, приведущим к образованию евразийского экономического союза. Создание ЕАЭС позволено обеспечить свободное движение товаров и капиталов в пределах евразийского пространства, существенно расширяющего общий рынок, создало возможности для компаний и бизнес-сообществ. Говоря об ЕАЭС, нельзя не вспомнить, что у источников теории про активы евразийской интеграции стоял президент Казахстана, автор концепции Евразийского союза, дружбинам и зарплаты, которые еще в далеком дело в 2004 году и дневном предприятии. Впрочем, что касается государств не вошедших ЕАЭС, то это вовсе не означает ни второстеперного статуса в российской нижней политике. Россия с пониманием относится к суверенному выбору, принимает концепцию разносторонней интеграции и разноскоростной интеграции в правах центрально-азиатского региона и развиваясь такими странами сотрудничества на двусторонней основе. Примером тому могут служить динамичные и постоянно развивающиеся отношения России с Казахстаном. А тратно отметить, что это сотрудничество получило новую стимулу после приходы к властью на Пакистане президента Шанката Людзеева. Нельзя не коснуться и человеческого измерения отношений России с постсоветским государством в центральной базе. Несмотря на многие прогнозы, центральная база не оказалась от единого культурного пространства с Россией и другими странами с Украиной. В отличие, например, от стран Балтии. Там не забыли русские, из-за которого по-прежнему изучают и знаменитые. В то время, несмотря на несомненные успехи, достигнутые в развитии всестороннего партнерства между нашими государственными народами, есть и ненаделанные дела, а также пробки и ошибки, на которых хотелось бы также остановиться. Во-первых, даже некоторые российские политики, чему же все еще относятся к вопросу сотрудничества и государства на центральной базе, как к чему-то маловажному и второскетенту. Государства в центральной базе превратили самостоятельно для игроков со всеми чаяниями и интересами. Говорить и думать о том, что они и так никуда не идут от России, было бы ошибочек, глупо и не корректно. К сожалению, зачастую российская политика по отношению в центральной России вносит не активные, а реактивные наработки. Недоставим и теоретических, и концептуальных наработок экспертных исследований. Во-вторых, грандиозный масштаб нашего сотрудничества требует небольших совместных проектов, в частности в экономической сфере. Российские инвестиции все еще в центральную базу недостаточного объекта. Между тем, вкладывание капитала в этот потенциально богатый и перспективный век могло бы решить и многие российские страны. Не буду ли так останавливаться на сложных феномене миграции? Это непростой и неоднозначный процесс, который, по всей видимости, будет и дальше продолжаться. Но создание новых рабочих мест в самих крупных различных странах Центральной Азии могло бы уменьшить миграционный поток в сторону моего города России, уменьшить социальную нагрузку на такие большие российские города Камаскорды. Третье. Необходимо изучение новых вызовов. К ним относятся не только терроризм, экстремизм, успешная борьба, с которой происходит право АДКБ решет, но и экологические изменения в Центральном регионе Азии. Общее повышение температурных высыхания водоемов, таких как Равицкое море, Таймин-Литинбол. В определенном смысле вызовом является и проявление новых сильных экономических игроков, таких как Китай. Россия развивается, когда я в статистическом партнерство во многих областях. Но новые масштабные международные китайские проекты экономики и транспорта неплохо было соприкать с национальными интересными странами СНГ и их экономическими приоритетами. Четвертое. Недостаточно внимания проявляться к культурному и гуманитарному измерению сотрудничества. Большой выбор здесь могла бы сказать активизация культурных и научных образовательных обменов. Например, создание на территории Европейского университета, где могли бы учиться на территории талантливой молодежи и социальной рации, преждения международных тюркских спортивных игр, издания Тюркской дисклопедии других народных народов. У истории союза и сотрудничества наших народов большая, тянущаяся глубоко в истории. Русские народы, юркские народы соимно обращали друг друга культурно и духовно и во времена Киевской и Московской музеи, и во времена Советского союза. Это предложение позволяет нам уже и посмотреть в будущее, которое мы не выставим из наших центроазиатских соседей. Благодарю за внимание. Спасибо.